Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданте с вами Прабхупады «Наука самоосознания». У истоков сознание Кришны. Бессмертный нектар Бхагавадгиты. Веками величайшие индийские философы и спиритуалисты превозносили Бхагавадгиту, считая ее квинтэссенцией вечной мудрости Вет. В своих медитациях на Бхагавадгиту, приводимых ниже, знаменитый философ VIII века Шанкара восхваляет Бхагавадгиту и ее божественного автора Шри Кришну. Хотя Шанкара во всем мире известен как имперсоналист, здесь он раскрывает свою преданность изначальной личностной форме Бога, Господу Шри Кришне. А Шрила Прабхупада дает свои пояснения. «О Бхагавадгита, Твои восемнадцать глав изливают на человека бессмертный нектар мудрости Абсолюта. О Благословенная Гита, Сам Господь Кришна через Тебя просветил Арджуну. Позднея мудрец древности, Вьяса включил Тебя в Махабхарату. О любящая мать, прекращающая перерождение человека во тьме этого бренного мира, На Тебя медитирую я. Приветствую Тебя, о Вьяса, могуч Твой разум и глаза Твои огромны, словно лепестки распустившегося лотоса. «Именно Ты заставил ярче гореть этот светильник мудрости, наполнив его маслом Махабхараты». Комментарий С материалистической точки зрения, Шрипада Ашанкарачарья был имперсоналистом. Однако он никогда не отрицал духовной формы, известной как Сат-Читананда Виграха, То есть, вечно исполненные блаженства формы знания, существующей до сотворения материального мира. Называя Верховный Брахман безличным, он имел в виду, что форму Сат-Читананда, Господа, Не следует путать с материальными представлениями о личности. В самом начале своих комментариев к Гите он утверждает, что Нараяна, Верховный Господь, Трансцендентен к материальному творению. Господь существовал как трансцендентная личность до сотворения мира, И в Его личности нет ни тени материального. Господь Кришна – та же Верховная Личность, и Он не имеет никакого отношения к материальному телу. Он нисходит в Своей вечной духовной форме. Но глупцы ошибаются, полагая, что Его тело подобно нашему. Проповедь имперсоналиста Шанкары прежде всего предназначена для просвещения глупцов, Считающих Кришну обыкновенным человеком, чье тело состоит из материи. Никому не пришло бы в голову читать Гиту, если бы она была поведана материальным человеком. И уж, конечно, Вясадева не включил бы ее в состав Махабхараты. Как явствует из приведенных выше стихов, Махабхарата представляет собой историю древнего мира, а Вясадева – автор этого великого эпоса. Бхагавадгита тождественна Кришне, и поскольку Кришна – абсолютная Верховная Личность Бога, между Кришной и Его словами нет разницы. Поэтому Бхагавадгити поклоняются как самому Господу Кришне, так как они абсолютны. Тот, кто слушает Бхагавадгиту, как она есть, действительно слышит слова, исходящие непосредственно из лотосных уст Господа. Но достойные жалости люди говорят, что Гита слишком устарела и не подходит современному человеку, который хочет найти Бога с помощью умозрительных построений или медитаций. Приветствую Тебя, о Кришне, о Ты, прибежище Лакшми, рожденной в океане, и всех, нашедших прибежище у Твоих лотосных стоп. Воистину Ты – древо желаний для своего преданного. В одной руке у Тебя посох, чтобы пасти коров, а другая Твоя рука воздета. Большой палец касается кончика указательного, символизируя божественное знание. «Приветствую Тебя, о Верховный Господь, ибо Ты доишь амброзию гиты». Комментарий Шрипада Шанкарачарья ясно говорит, «Вы, глупцы, просто поклоняйтесь Говинде и этой Бхагавадгите, поведанной самим Нараяной». Однако глупые люди по-прежнему продолжают свои исследования, пытаясь понять Нараяну. Поэтому они поистине достойны жалости и впустую тратят свое время. Нараяна не бывает жалким. Напротив, ему поклоняются богини процветания Лакшми и все живые существа. Шанкара объявил себя Брахманом, но признает Нараяну, то есть Кришну, Верховной Личностью, не принадлежащей материальному творению. Он выражает почтение Кришне, как Верховному Брахману, Парабрахману, потому что Ему, Кришне, поклоняются все. Только глупцы и враги Кришны, не способные понять, что такое Бхагавадгита, и, несмотря на это, составляющие комментарии к ней, говорят, «Не Кришне Личности должны мы полностью предаться, а нерожденному, не имеющему начала, вечному, говорящему через Кришну». Как говорится, дуракам закон не писан. Шанкара, величайший из имперсоналистов, как подобает, выражает почтение Кришне и его Бхагавадгите, а глупцы говорят, нам ни к чему предаваться Кришне, как Личности. Такие непросвещенные люди не знают, что Кришна абсолютен, и между тем, что внутри Него и вне, нет никакой разницы. Различие между внутренним и внешним существует в двойственном материальном мире. В абсолютном мире подобного различия нет, так как в Абсолюте все духовно, сачитананда, а Нараяна Кришна принадлежит абсолютному миру. В абсолютном мире существует только подлинная личность, и нет различия между телом и душой. У Панишады подобны стаду коров, Господь Кришна — сын пастуха, который доит их, Арджуна — теленок, Высший нектар гиты — молоко, А тот, кто пьет его — Мудрец, чей разум чист. Комментарий Невозможно понять трансцендентные игры Господа, не поняв духовного многообразия. В Брахма Самхите говорится, что имя, форма, качество, игры, окружение и атрибуты Кришны — Ананда Чинмая Раса, то есть все, что трансцендентно связано с ним, состоит из того же духовного блаженства, знания и вечности. В отличие от материального мира, где все имеет конец, его имена, формы и т.д. безграничны. Как утверждается в Бхагавадгите, над ним смеются только глупцы, а Шанкара, величайший имперсоналист, поклоняется ему, его коровам, его развлечениям, которым он предавался в роли сына Васудевы и радости Теваки. Ты — сын Васудевы, убийца демонов Камсы и Чануры, Ты — высшее блаженство матери Деваки, О ты — гуру вселенной, учитель миров, тебя, о Кришна, приветствую я! Комментарий Шанкара говорит о нем, как о сыне Васудевы и Деваки. Подразумевает ли он под этим, что поклоняется обыкновенному материальному человеку? Он поклоняется Кришне, так как знает, что рождение и деяния Кришны сверхъестественны. Как утверждается в Бхагавадгите, рождение и деяния Кришны трансцендентны и окутаны тайной, а потому только преданные Кришны могут понять их в совершенстве. Шанкара был не настолько глуп, чтобы считать Кришну обыкновенным человеком и в то же время преподать к его стопам, обращаясь к нему как к сыну Деваки и Васудевы. Как говорится в Бхагавадгите, достичь освобождения, обретя духовную форму, подобную форму Кришны, можно только познав трансцендентную природу рождения и деяний Кришны. Бывает пять видов освобождения. Тот, кто погружается в духовное сияние Кришны, называемое сиянием безличного Брахмана, полностью не развивает своего духовного тела. Но тот, кто полностью развивает свою духовную природу, становится спутником Нарайаны или Кришны в различных духовных царствах. Тот, кто входит в царство Нарайаны, получает такое же духовное тело, как у Нарайаны, четырехрукая. А тот, кто входит в высшее духовное царство Кришны, известное как Голока Вриндавана, получает духовное тело с двумя руками, как у Кришны. Шанкаре, как воплощению Господа Шивы, известно обо всех этих духовных формах существования. Но он не открыл их своим последователям, тогда еще буддистам, поскольку они не смогли бы понять, что представляет собой духовный мир. Господь Будда в своей проповеди утверждал, что конечная цель – пустота. Как же его последователи смогли бы понять духовное многообразие? Поэтому Шанкар рассказал, материальное многообразие иллюзорно, а духовное – реально. В Падмапуране Господь Шива признал, что в Кали-югу ему пришлось проповедовать философию Майи, иллюзии, представляющую собой вариант буддийской философии пустоты. Он вынужден был это делать, так как выполнял волю Господа, и на это были причины. Но он открыл свои истинные помыслы, рекомендовав людям поклоняться Кришне, потому что одни умозрительные построения, основанные на словесных фокусах и грамматических ухищрениях, никого не могут спасти. Далее Шанкара наставляет. О, мудрствующие глупцы! Просто поклоняйтесь Говинде! Просто поклоняйтесь Говинде! Просто поклоняйтесь Говинде! Ваши познания в грамматике и словесные трюки не спасут вас в минуту смерти. На этой наводящей ужас реке, поле битвы Курокшетра, которую пандавы победоносно пересекли, хишма и дрона были подобны высоким берегам, джаядрахта – речной воде, царь Гандхары – голубой водяной лилии, шалья – акули, крипа – течению, карна – могучим волнам, а Шватхама и Викарна – страшным крокодилам, а Дурьотхана – водовороту. Но ты, Кришна, был паромщиком! Безупречный лотос Махабхараты растет на водах слов Ясы. Его невообразимо сладостное благоухание – это Бхагавадгита, о сказании о героях, полностью раскрывшиеся лепестки, распустившиеся от слов Господа Хари, уничтожающего грехи Калиюги. В поисках нектара на его дневной свет, подобно ликующему рою пчел, слетаются души. Пусть же этот лотос Махабхараты дарует нам высшее благо! Приветствую Господа Кришну воплощение высшего блаженства, благодаря чьей милости и состраданию немой может обрести красноречие, а хромой взбираться на горы. Его приветствую я! Комментарий Недалекие последователи глупых философов-эмпириков не в состоянии понять, зачем нужно прославлять Господа Кришну воплощение блаженства. Сам Шанкара прославлял Господа Кришну, чтобы некоторые из его разумных последователей могли сознать истину на примере своего великого учителя Шанкары воплощения Господа Шивы. Но среди последователей Шанкары много упрямцев, отказывающихся прославлять Господа Кришну. Вместо этого они вводят в заблуждение наивных людей, привнося в Бхагавадгиту материализм и запутывая простодушных читателей своими комментариями. В результате их читатели лишаются возможности ощутить на себе благо, которое приносит восхваление Господа Кришны, причины всех причин. Лишать людей шанса понять науку о Кришне, то есть сознание Кришны, искажая смысл Бхагавадгиты, самая плохая услуга человечеству. «Приветствую того высшего, святозарного, которому возносят хвалебные гимны Творец Брахма, Варуна, Индра, Рудра, Марут и все божественные существа, чью славу воспевают стихами вет, кого восхваляют певцы самы и чья слава звучит в хоре упанишат, кого своим умом, погруженным в совершенную медитацию, созерцают йоги, чьих пределов не знают сон мы богов и демонов. Его, Верховного Бога Кришну, приветствуем мы! Его приветствуем мы! Его приветствуем мы! Его приветствуем мы! Комментарий Декламируя девятый стих своей медитации, взятый и Шримад Бхагаватом, Шанкара указывает, что Господу Кришне поклоняются все, в том числе и Он Сам. Он намекает материалистам, имперсоналистам, философам-эмпирикам, последователям философии пустоты и всем, кого ожидает наказание в форме материальных страданий. Просто славьте Господа Кришну, которому поклоняются Брахма, Шива, Варуна, Индра и другие полубоги. Он не упоминает, однако, имени Вишну, потому что Вишну идентичен Кришне. Назначение Вет и Упанишат – дать людям возможность понять, как предаться Кришне. Йоги, медитируя, пытаются увидеть его, Кришну, в себе. Иначе говоря, то, чему учит Шанкара, предназначено для всех полубогов и демонов, не знающих высшей цели. И прежде всего Шанкара, обращаясь к демонам и глупцам, своим примером учит их возносить хвалу Господу Кришне и его словам, составляющим Бхагавадгиту. Только это может принести демонам благо. Их так называемые умозрительные построения и бутафорские медитации, которыми они вводят в заблуждение своих невинных последователей, не принесут им никакой пользы. Шанкара приветствует самого Кришну, как бы показывая глупцам, ищущим света. Вот он, свет, подобный солнцу. Но падшие демоны похожи на сов, которые не открывают своих глаз, боясь солнечного света. Эти совы никогда не откроют глаз, чтобы увидеть возвышенный свет Кришны и его слов Бхагавадгиты. Но, тем не менее, не открывая своих совиных глаз, они будут комментировать Гиту, чтобы вводить в заблуждение своих несчастных читателей и последователей. Между тем, Шанкара открывает своим неразумным последователям этот свет и показывает, что Бхагавадгита и Кришна являются единственным источником света. Он делает это, чтобы научить тех, кто искренне ищет истину, восхвалять Господа Кришну и, таким образом, отбросив все сомнения, предаться Ему. В этом высшее совершенство жизни и высший смысл философии Шанкары, великого мудреца, чье учение изгнало из Индии Земли знания, буддийскую философию пустоты. Ом Татсат. Уважаемые радиослушатели, для продолжения чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в наших следующих передачах.